Работы по укреплению Кремлевского вала начнутся, как только позволят погодные условия. Об этом сообщили в музее-заповеднике. Недавно на склоне появилась заметная трещина. Одной из версий по поводу причин стали зимние катания со склона новгородцев на ватрушках и санках. И все же комиссии сотрудников музея-заповедника, археологов, инженеров единогласно пришла к выводу, что просадка грунта глубиной больше полуметра на Кремлевском валу произошла из-за сильных и частых дождей. Последней каплей стал ливень в прошлые выходные, когда за пять часов на город обрушилась полуторамесячная норма осадков. Между тем опасности для памятника трещина не несет. Ничего страшного для самого памятника это нет. Не представляет. Никакой угрозы. Тело вала, оно намного глубже. И оно покрыто специальной глиняной обмазкой. То есть никаких поверхностных таких изменений не дадут какие-то разрушения самого памятника. План по восстановлению уже и есть. Правда, провести необходимые работы мешает все тот же пресловутый дождь. Как только погода наладится, специалисты забьют образовавшиеся пустоты глиной и высадят траву с более сильной корневой системой, которая будет укреплять вал. И хоть опасности для самого памятника в этой просадке грунта нет, пешие прогулки по валу сейчас опасны для самих новгородцев. Земля, пропитанная влагой, может предательски разъехаться под ногами.